Как прошел Тур де Беларусь для киношников? Как Стас Пекарский относится к парусному спорту? И не забыл ли он о своем любимом беге? А также Лолита Таборко, главная героиня киношников, как она попала в мир большого кино, сегодня узнали с молодежью в кинотеатре «Пионер». Киношники. Фильм, который уже успел полюбиться зрителям и критикам. Дебютный полный метр Кирилла Халецкого не так давно стал частью конкурсной программы Минского международного кинофестиваля «Листопад», где работа получила специальный приз Мингорицполкома и награду за искренность и жизнерадостность. Так что свои поклонники у фильма уже появились. Сегодня мы продолжаем наш уже традиционный проект районной организации БРСМ совместно с кинотеатром «Пионер», когда мы для ребят проводим кинопоказ и в последующем организовываем обсуждение либо с главными героями, либо с режиссерами фильмов. Ребята встречаются. Людям интереснее посмотреть на героев в жизни, чем просто приходишь, посмотришь кино, ну и все, и уходим. А тут были живые люди, которые рассказали, как устроен процесс, что такое съемки, где это было, как это было, кто такой режиссер, чем он занимается, кто такой актер. Кино молодежное, оно доброе, оно позитивное, оно заряжено энергией. И в большинстве своем люди приходят, когда они не знают, чего ожидать, они настроены немножко настороженно, скептически. Но потом, когда мы давали интервью, творческие встречи с Кириллом, с Лолитой, мы видели подлинный интерес в своих глазах, они прям задавали вопросы. Зачем же зрителю идти в кинотеатр на киношников? Все просто. В этой истории каждый найдет что-то для себя. По сюжету молодой выпускник творческого вуза Коля попадает по распределению на киностудию и хочет снять авторскую ленту. Постепенно, двигаясь к своей мечте, Коля с нуля осваивает сферу кинопроизводства. И это оказывается не так легко, как он думал. В картине есть и дружба, и любовь, и мечты о светлом будущем. Но главное – уникальная атмосфера внутреннего мира кино.